Что дает статус золотого поставщика на международной торговой площадке Алибаба? Казахстанские предприниматели налаживают первые продажи. Все подробности о том, как карантин повлиял на развитие электронной торговли, в программе «Цифровой Казахстан». Серик Ибраев работает технологом общественного питания уже больше 10 лет. Он без труда составит максимально полезное для организма человека меню. Качество рациона зависит не только от сочетания продуктов. Главное, чтобы изготовлены они были правильно. Выходит, что начинается весь процесс еще с технологии производства. К примеру, при традиционной переработке зерновых культур из них удаляются все полезные элементы. Железо, йод, магний, кальций, все это содержится в оболочке, которая пленка на зерне. Само зерно внутри, там находится только белок и углеводы. Там витаминов, ничего нет. Все полезные вещества находятся в этом слой, который сверху. Все традиционные методы переработки и Советский Союз, и Китай, например, и Европа удаляют верхний слой. Вот этот самый полезный слой удаляют, потом получают, например, белую муку. А она сама по себе, ну как мертвый продукт, в нем не содержится витаминов. Чтобы завтраки, обеды и ужины были и вкусными, и здоровыми, казахстанские специалисты решили пойти собственным путем. Они изобрели технологию не без участия IT, при которой в продуктах сохраняются все полезные вещества. Оборудование собирали самостоятельно. Для автоматизации процесса подключили программистов. Появились продукты здорового питания на рынке Казахстана, но большая проблема, с чем сталкивается Казахстан, это с логистикой, с транспортировкой. Сам продукт уже приходит, полезный продукт приходит уже разрушенным, мертвым. Потому что идет неоднократное размораживание, перепад температур, перегрев температур. Не соблюдается тоже, скажем так, товарное соседство. Наши преимущества, наши основы данного производства основаны на том, чтобы сохранить все живое в готовом продукте. Чтобы сохранить все питательные вещества, витамины, минеральные вещества, йод, аминокислоты уже в готовом продукте. Труды отечественных специалистов оценили и зарубежные коллеги. Еще до пандемии их пригласили представить свою продукцию на международной торговой площадке Алибаба. Поэтому во время карантина они активно развивали электронные продажи, как внутри страны, так и за рубежом. Очень много предложений и приглашений именно людей, стран, покупателей, которые хотят видеть на своем рынке такого качества продукции, которые, в первую очередь, конкурируют по качеству и по цене с ними. Наша продукция уже представлена, выставлена на площадке, международной экспортной площадке Алибаба. Мы уже позиционируем там, мы уже в процессе договоров заключаем теле, идут переговоры деловые. Параллельно производители здорового питания прошли обучение в школе интернет-экспортеров, которую организовало Министерство торговли и интеграции. Там их обучали, как увеличивать приток покупателей и продаж на электронных площадках без крупных финансовых вложений. В итоге на Алибаба они получили статус золотого поставщика. Он помогает им продвигать свой товар и услуги в топе производителей. Также премиум-позиция позволяет охватить большее количество аудиторий. Всего в этом году статус золотого поставщика получили 50 казахстанских предпринимателей. Наша задача разработать для детей, для дошкольного возраста, для пожилого, для взрослых те продукты питания. Начиная от умных завтраков, от живых каш, которые составляют 40% ежедневного рациона. Ежедневного рациона человека 40%. Это цельные излаки. Наша задача – это именно показать, как влияют продукты здорового питания на наш организм, на наше здоровье. COVID-19 положительно повлиял на развитие в стране электронной торговли. Так, за последние 6 месяцев казахстанцы в интернет-магазинах приобрели 19,5 миллионов товаров. Большая часть покупок приходится на продукты питания, лекарства и детские вещи. Цифровое всё активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет её темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех IT-новинках страны вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!